АТВ ИХСАН представляет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хвала Всевышному Аллаху, Создателю всех миров, который дарует нам такие благословенные дни, как дни месяца Рамазан. И который говорит в Священном Коране Я создал людей и джиннов только лишь для поклонения Мне. Да поможет нам Аллах воспользоваться этим священным месяцем, а также всей нашей бесценной жизнью для увеличения богоугодных дел и раскаяться в наших грехах. Уважаемые братья и сестры, поистине эта жизнь является пашней для того света. И местом приобретения полезного багажа, благодаря этой жизни достигли высоких степеней раю праведники и богобоязненные. Воспользовавшись этой жизнью, соблюдая веление Аллаха и запрет его. И потеряли многого ценного, грешнее и заблудшее, не воспользовавшись отпущенным Аллахом временем для совершения богоугодных дел. Известен такой случай, что один человек высказал свое недовольствие в присутствии в свадежнике пророка Алибн Абиталиба этим миром. Тогда он сказал ему, что Дуня место благочестия для благочестивых и место спасения для тех, кто способен это понять, и место богатства для тех, кто способен извлекать их. Это еще и место неспослания откровений Аллаха, и место молитв ангелов, и мечеть пророков, и место извлечения прибыли для его приближенных рабов. Они достигают этим миром милости Аллаха и рая, так кто же упрекает его. Также, дорогие братья и сестры, этот мир является мечтой обитателей ада и рая. Всевышний Аллах говорит о обитателях ада. А также Всевышний Аллах говорит в другом аяте. Если бы ты видел обитателей ада, стоящими в огне, когда они будут, говорит, «О, если бы ты нас вернули, то не считали бы слова Аллаха лживыми и были бы среди числа истинно верующих». Также в хадисах пророка, салли Аллаху алейкум, говорится о обитателях рая, когда они наслажаются всеми его богатствами, что Всевышний Аллах обращается к ним и говорит, «О, мои рабы, просите у меня, чего вы еще хотите». Тогда они попросили у него вернуться в мирскую жизнь, чтобы увеличить тех поступков, для увеличения тех поступков, благодаря которым они достигли этих милостей Аллаха. «Дорогие братья и сестры, Аллах не знает о их просьбе и что нет обратного пути в этот мир. Так почему же Он их об этом спрашивает и рассказывает это нам? Для того, чтобы мы, верующие, узнали, что несбываемой мечтой каждого из них будет вернуться в этот мир, в котором мы с вами находимся. И чтобы мы с вами воспользовались этой жизнью, пока не поздно». Послушайте, что сказал один из праведных людей Ибрагима Тайми, рахимахуллах, аль-Куфи, и как он себя воспитывал. Он сказал, «Я представил себя в раю, как я ем его фрукты, наслаждаюсь всеми его благами». И спросил себя, «О, моя душа, чего же ты еще желаешь?» Она ответила, вернуться в жизнь мирскую и еще больше совершить тех поступков, благодаря которым достиг этих милостей Аллаха. Потом я представил себя в раю, аду, как пламень ада пожирает меня, как меня паят кипятком и помоями ада. И спросил себя, «О, моя душа, чего же ты желаешь?» И она ответила, «Вернуться в этот мир, Дунья творит благие поступки и спастись от этого наказания». Тогда сказал я своей душе, «О, душа моя, вот твоя мечта, так воспользуйся же ею, пока не поздно». Также один из праведных людей, из праведных предков, вырвал для себя могилу. И когда он начинал лениться, совершать поклонение, то опускался в эту могилу, ложился в могильную нишу и говорил себе, «О, моя душа, представь себе, что ты умерла и тебя опустили в могильную нишу, то чего бы ты пожелала?» И душа его отвечала, «Вернуться в этот мир, Дунья, и совершать благие поступки, чтобы увеличить багаж благодеяний». И тогда говорил он себе, «Ты достиг своего желания, так вставай же и совершай благое». «Уважаемые братья и сестры, знаете, что обитатели могил мечтают произнести хотя бы один, Субхан Аллах, который увеличит их благодеяние. Или раскаяться в одном грехе, который облегчит его мучение. Или совершить один ракаат намаза, который увеличит его степень. В одном реваяте передается, что однажды один человек совершил два ракаата намаза недалеко от могилы. После намаза он облокотился на могилу и уснул. Во сне он увидел покоящегося в этой могиле. Он сказал ему, «Отойди от меня, ибо ты причинил мне мучение». Клянусь Аллахом, говорит, «Валлахи, если бы эти два ракаата, совершенные тобою, были бы моими, то они были бы дороже для меня, чем весь этот мир вместе с тем, что в нем есть». Воистину вы совершаете разные поступки, как хорошие, так и плохие, но не знаете им цену. А мы же знаем им цену, но не можем совершать. Так давайте же, дорогие братья и сестры, воспользуемся нашей бесценной жизнью. Ведь срок нашей жизни ограничен, дыхание наше шитое, и с каждым выдохом уходит часть нашей жизни. И каждая часть, частичка нашей жизни – это как бесценная жемчужина, равная которой нет ничего и заменит которой нельзя ничем. Воистину этой короткой жизнью мы приобретаем вечное счастье в раю или мучительное наказание в аду. Если мы сравним эту жизнь с вечностью, то узнаем, что каждое дыхание больше, чем тысячи и тысячи лет безграничного наслаждения и наоборот. Так не будем растрачивать жемчужины нашей бесценной жизни впустую. И постараемся, чтобы каждый наш выдох оказался в поклонении и в богоугодном деле, и в добром деле. Ведь если мы теряем что-то драгоценное, то сильно огорчаемся. То как же мы можем бесцельно расточать наши часы и дни? И почему мы не огорчаемся за нашу жизнь, которая проходит безвозмездно? Однажды посланник Аллаха, Мухаммад, наставляя одного человека, сказал ему, «Воспользуйся пятью вещами до прихода пяти, молодостью до прихода старости, здоровьем до прихода болезни, богатством прежде бедности, свободным временем прежде занятости и жизнью твоей прежде смерти». Дорогие братья и сестры, если мы и беспечны к смерти, то смерть небеспечна к нам. Да поможет нам Аллах опомниться и дарует нам всем благодатную жизнь и прекрасный исход. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Ох, дальний путь, печальная стезя, вечный дом, и нет дороги обратно. Ох, как же беден я, как мало припасов, нет подготовки перед выходом совсем. Да поможет Всевышний нам предстать достойно перед ним в тот день, когда будет поздно о чем-то сожалеть. Но и являетесь распространителями ислама.